а не буду я вот как говорить ничего вначале про просто продолжи излагать все что ты слагал до этого права сам пресс к я подозреваю что это сделано специально чтобы запутать сашины бигдаты которые анализируют начало нашего подкаста точно тоже хороший хороший вариант первые же новости это больше это это идея украдена из другого подкаста из зэндела вот правильно давать ссылки думаю у ребят есть такая рубрика чему научились за неделю я вот буквально вчера сегодня я как и предыдущий сколько мы почти два года уже делаем подкаст а мы скоро будем отвечать два года ничего есть у меня у нас была идея как распознавать наш подкаст что саша и чем мы занялся вот но так у меня нету доступа к ресурсам саши в одной небезызвестной компании и вот где пью серверам то вот к этому всему и главное к мозгам саша сюда же печально это было довольно забавно вот и возможно уголовно наказуемо возможно но это наш киберпанк уже это другая тема так вот я есть такая штука называется о-оу-транскрайб это вещь для тех кто транскрибирует тексты и там замечательный веб-интерфейс для штуки кому нужно самому транскрибировать тексты то есть бежит на патришечка например и буквально три кнопки на паузу поставить отмотать на пять секунд назад на две секунды назад на две секунды вперед и можно печатать но даже скинул ссылку да довольно классная штука в плане то что в вебе тоже можно делать удобные интерфейсы все утилиты которые ведут для этого похожие просто отвратительные тут ребята на трех кнопках сделали вот прям классную штуку работы на джаваскрипте работает замечательно но иногда мне лично нужно транскибировать довольно длинные файлы даже вот уже минут десять транскрибации текста это адово чужие про наш подкаст и если хочется делать бигдату по подкастам то нужно транскрибировать понятное дело не как как саша делал правильно вот хотя саша используя сама газера по нам хотелось бы все такими детальный более детальную статистику вот и не так давно опаны выпустил наш любимый опаны конечно как бы на фоне чаджи пяти все остальные их достижения на то что померкли но не так сильно видны вот у них и замечательная штука называется whisper whisper это набор моделек и такой назовем это фреймворком для распознавания речи у них есть модели мульти языковые и английский англоязычные отдельно вот я попробовал у них очень простой playground просто обычная все штуки что пробовал для этого наш подкаст хоть чуть-чуть дешифровать но вот либо у меня падала там с памятью не влазит там на мегабайтный wave файл уже там создается спектрограмма да и там питонского все не могу вот так у меня gpu нету я хочу делать все это на cpu вот то мне сказали там не более 10 секунд за раз нужно было поприседать чтобы там распилить на пяти 15 5 секундные отрезки и все равно потому что было не так в общем whisper решает я так понимаю большинство из этих проблем связанных непосредственно с питоном но еще качество распознавания я запихнул него буквально 10 секунд нашего подкаста там было два спикера по моему был один и ты и алекс и вот там три фразы вошло в этот небольшой отрывок и он распознал их просто потрясающе хорошо причем это мульти языковая модель вот я допишу код я думаю надо тоже пилить на кусочки но коль скоро такая хорошая такое хорошее распознавание пусть и долго конечно cpu но можно и подождать вот может давай закрутим это в лямбду в amazon и пусть она там крутится деньги платить надо а у вас поставил на лямбды можно считать что бесплатные да ну можно можно так на в наших объемах да надо посмотреть сколько он живет памяти вот так что вот это я не проверял на зоне по всему не так много что важно вот в этом случае правда первая рекомендация при использовании enable gpu у нас нет ну наверняка в лямбд может дюбью подключить но это уже . в руки я не пробовал но наверное да ну наверняка амазон точно мне давать дюбью сервера но зачем а еще к этому добавок тут же где-то я увидел гитхаб и шлю это вот все новости сегодняшнего дня буквально два часа назад и штука называется это чтобы всех опередить да 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 точно запай аннатейт аудио в общем это для распознавания спикеров то есть можно найти кто кто когда говорил вот в эту штуку еще только только нашел то есть наконец-то перестанут будут тебя и жене да по голосу мне кажется путают меня и алекс а пока не так сказали мне все говорят что путают именно тебя и женю может быть так один один раз когда меня не было я слушала ваш подкаст у меня тоже вот на первом на начале фразы я немножко подвисаю и пока ну как бы не появится да какая-то присущая либо тебе либо жене не знаю интонация я вот не знаю интересно как как модель с этим с этим разберется кстати потому что я думаю частотных атистей голоса все-таки разные ну достаточно разные по крайней мере модели для нас может действительно похоже но это интересно в общем я не обещаю но это вот то что я сегодня попробовал за там получился запада подкаста внезапно сработало в кои-то веке и вот тут вот уже на базе то можно что то что ты сказал там пара фраз или пару слов там может типа дата кофе знаешь я думаю много инструментов это смогут да но коль скоро это настолько удобно и не вылетела по памяти еще как-то мне не отругало не наказала вот именно это удобно параду но интересно да как она будет работать на большом куске просто может быть он не вылетел по памяти потому что маленький кусок взял возможно не есть больше кусок к сожалению он сам обрезает 15 секунд отрезок надо пилить самим надо пилить потом как-то джойнить это все но все равно я я уже в эту вижу в этом вижу куда больше прогресс потому что предыдущие мои попытки даже уже те кто запакал все в докер и все хорошо сделал меня как-то обламывали вот возможно я просто плохой пианист вот но у нас по подкаст принципе на на быстрых решениях поэтому вот укладывается наша концепция мне кажется подкаст плохих пианист у нас есть один хороший подкаст я точно знаю хорошие серьезно я не знаю дина у нас хороший пианист точно лучше нас всех на на много голов я не слышал ни разу поэтому я не могу я тоже много лет не слышал поэтому я не могу не подтвердить не опровергнуть кстати я я могу предположить что у нас есть один гитарист в подкасте это только предположение потому что владелец гитары да да возможно владелец шести гитар на самом деле а музыку там к тому специально выпуска тоже писал ну кто его знает то я писал помнишь никто доказать не может никто не видел кроме того мы даже не знаем настоящий ли это задник или может быть это просто фон приделанный хромакей да но это как все наши голоса в принципе поэтому тут тут ничего нового а слышали классную историю про то что кто-то хитрый создал вечный вечный сериал полностью у нас есть это в новостях да у нас есть это в новостях полностью сгенерированы нейросетями сгенерированный ну там сложный сюжет диалоги сгенерированы сгенерированный видеоряд и озвучен собственно аудио тоже сгенерировано и если посмотреть его там даже попадаются кусочки нелишенные смысла то есть они понятное дело не сказать чтобы не знаю что там герои растут над собой или какая-то трансформация у них происходит или решается какая-то большая задача но тем не менее такой вечный ситком но его же уже вроде бы все и идея хороша я как раз да хотел сказать что новость у нас добавлено мне кажется две или три недели назад было и он дух планировался может быть как вечно и он на самом деле несколько суток точно шел но сейчас вот я просто решил проверить работает ли он до сих пор и действительно написано что он канал закрыт за нарушение правил твича так интересно насколько реалистичные диалоги пролезла да учитывая что она была обучена на том самом сериале какого там 80 90-го года там могли быть шутки иного порядка там кто-нибудь там курил в сюжете да и все считает что 18 плюс я не смотрел за может может они я смотрел сериал может он покурил действительно в кадре кто его знает я бы я посмотрел пару отрывков которые кто-то выкладывал естественно вот это конечно проклято но там был отрывок конкретно два отрывка совершенно не связанных то есть полный бред и один вполне связанный то есть это не друзья конечно но я мог бы такое видеть друзья то есть наверное диалог воспроизведенный он вполне звучит как ну такой обычный гаг ситуативный вот хорошая озвучка потому что не знают модели генерирующий текст ой голос меня больше всего порадовать они звучат прям шикарно а вот видеоряд совершенно никакой и еще несколько лет надо я думаю все будет все будет даже вечный подкаст какой вечный о да да давайте я тоже новость какую-нибудь вброшу мне очень понравилось я честно обещаю что в грядущем отпуске своем я наконец-то по поковыряю самый посмотрю насколько удобно и куда применимо это все давно уже горжусь но все никак не доберусь дак диби вышел релиз версии 070 я почитал релиз ноты и прям много всего и чувствуется по релиз нотам уже люди начали на настолько как бы распространяться в кучу разных вещей что стали взрослыми вот поддержка джейсонов полноценная то есть можно брать брать прям джейсон подгружать внутри дак диби работать с ними добавили параллельную выгрузку форматы паркет и csv что ускорил там в несколько раз собственно саму выгрузку добавили возможность подключать сразу несколько файлов то есть ты работаешь в одной базе можешь подключить несколько исходных файлов тогда где бипа маски и light тоже можно подключать это все в одной базе типа иметь и обрабатывать плюс всякие абсерты по пайтона и пиай всевозможные появился можно теперь строить квери из пайтона и вишенкой на торте что результаты квери можно удобным методом пил конвертировать в формат поларс дата фреймов вот выглядит так что можно много чего делать уже и довольно быстро надо надо только попробовать все я я взял себе в план очень тем чем заняться в отпуске или в конце отпуска не знаю как когда доберусь до компьютера неплохо неплохо тогда ждем ждем до обзор вы твоей ревью от тебя что еще хорошего давайте я вам расскажу немножечко продолжу тему которую начался маг про то что я узнал за последнюю неделю на самом деле я вообще не бэкэнд разработчик я не очень умею в поднимать сервисы которые крутятся в докере и при этом там супер надежные и приподнимаются и вот это вот все но примерно представляю уровень сложности того как именно эти сервисы должны подняться друг с другом скомпоноваться где должны выделиться ресурсы может быть железо под них поднять так вот в озоне есть совершенно потрясающая штука айти крауд это внутренний сервис который позволяет всем кто в озоне находится создать себе отдельный сервис под любую задачу ну во первых создать себе команду внутри создать сервис и внутри сервиса нагреть любые ресурсы которые тебе нужны ну там их не то чтобы прям очень много там из кавка постгресс развернуть собственный то есть взять ресурсы в кубернетисе namespace себе там создать и все это буквально в несколько кликов делаешь ответственное лицо говорит да ей можно это делать выдайте ей нужное количество ресурсов просто кнопочку тоже дожимает и все у тебя все поднято тебе осталось исключительно накодить буквально всю логику никаким диопсом заниматься при этом не нужно это просто идеально давай давай дальше пойдем terraform провайдер уже есть для озон клауда озон клауду мы пока ямлом или или на чем там яма мы там докеры вкрутим собственно поэтому я вот новую кавку там или на кубы поднять можно новую кавку подни новая кавка поднимается новый топик кавки на самом деле не как у нас общая кавка топик кавки поднимается я говорю в два клика а то есть там есть и менеджер сервиса и отдельный сервис кто кликает все должно быть кодом что что это позор надо срочно улучшать развивать и добавлять провайдера для terraform и прочих инструментов я если мне сто надо мне что сто раз надо кликнуть не могу тебе сказать если тебе нужно 100 сервисов подумать действительно ли тебе нужно 100 сервисов да конечно постоянно не бывает нужно тысячи сервисов на 15 минут запустить а потом потушить например не там именно продовые истории а как же подход зеро кодинг когда не надо кодинг мне кажется это же в смысле ты ворвался конечно такой непопулярный зеро кодинг это же ну ближе к юзерам а мы же все-таки серьезные вещи мы идем в юзер этих сервисов да я тебе нужно тысячу сервисов ну кликал если можно если приложение кликер поставить можно кликер и или если тысячу сервисов кликать сложно поставил себе зеро не знаю автоматизатор где накликал разность который кликает джона нанял которых будет кликать не наверно уволил скорее уволил там тысячу человек сделал все 1000 сервисов не но не знаю ну ну для меня это ну типа сейчас это очень так просто с амазоном по крайней мере мне кажется что если допустим пришло много файлов которые надо обработать ну типа можно поднять кучу контейнеров под это дело не ты говоришь про кучу как или к мыши а я говорю мне нужно какие-то топики поднять мне нужно там не знаю новые базу данных поднять или еще что-то ну все кодом можно делать и потом после этого потушить когда все отработало там анализ какой-то проведет я я так давно не открывал консоль чтобы там прям вот а вру вру консоль открывал для подкаста нашего чтобы в дай нам и деби там прошлые новости прошлого эпизода повыпиливать ну кстати не повыпиливал они там все еще лежат не не повыпиливал сегодня осталось новости которые мы обсуждали не так это был прям вот перед записью ясно ясно ну мы пока не amazon не avs поэтому есть к чему стремится в любом случае внутри небольшой организация не похоже на google я такого не встречала честно говоря а у вас уже есть мы менеджер тэрфлоу до менеджер тэрфлоу накликнулся тэрфлоу у вас тэрфлоу но у нас накликивают другие люди но да накликал себе ирфлоу попросил накликать тэрфлоу тебе ирфлоу накликали если новый инстанс поднимать а зачем потому что всем команды свой а почему в одном не чтобы чтобы что я чтобы 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 если ты сломал свой аэрфлоу ты сломал свой аэрфлоу они весь сейчас докер поставьте этим людям на компьютер будет у них сейчас еще еще парочку парочку фразочек а какую проблему мы решаем но в смысле яндексе есть а у нас нет в яндексе есть тэрфлоу менеджер нет у них луиджи почти то же самое менеджер луиджи не но если мы говорим про облака то в облаке есть по моменту тэрфлоу и этот потихоньку перехожу к новости которую возможно вы уже обсуждали роменджи тэрфлоу в ажуре она там появилась теперь теперь в ажуре можно менеджер флоу запускать это последний хотя накликать ирфлоу но мы просто в ажуре сами поднимали ирфлоу теперь его можно накликать но обычно менеджер сервис всегда дороже потому что ты это делаешь не сам тебя поднимают не знаю мы не пробовали но так это плат плата за удобство плата удобства да ну это все вся идея сервер лес мне кажется вокруг этого крутится но это хорошо я кстати был удивлен когда по моему это я эту новость кстати добавлял список может не я но но я был удивлен когда прочитал я я думал что у всех это давно есть оказалось не интересно как они обложили ирфлоу со всех сторон палками и остальным клеящими средствами чтобы она не падала регулярно а у тебя падает может и настроить не меньше александр сегодня какой-то какой-то клауд клауд рогностики ирония просто непокрытый сарказм по отношению к клауд сервисам отличающимся от амазона не в амазоне просто падает постоянно все конкретно в части аэрфлоу всякие участие но но это даже не как бы это не основная проблема проблема в том что менеджер ирфлоу в амазоне давай так скажем как он был год назад когда я его щупал последний раз значит он попилен и кастрирован насколько это только можно то есть там нельзя плагины было ставить нельзя было какие-то веб плюшки добавлять потому что это все не одни работала даги можно было подгружать только из файлика на s3 если те надо перезабор пересобрать какой-нибудь образ то это занимало там я не знаю ну это могло полчаса или час занять просто пересобрать образ то есть это настолько ну не работоспособное решение было для чего-либо поэтому я не знаю как сейчас но но в амазоне как бы точный аэрфлоу не лучший ты меня сейчас напугал кстати у меня был созвон я я написал в чате об этой боли с девопсами с клауд опсами разговор не сдался вот и одним из топиков до этого было мы хоть наверно когда-нибудь в будущем хотим съехать с эластик сверху на open search потому что у нас есть типа свой перебор вес ну как свой но много проплачено и дабы весы у них есть open search который собственно менедж и ты мне что-то сказал и и пинам колот опса тоже сказали это у вас есть специальный разработчик который за вас эту миграцию выполнит вот и я например напрягся потому что если эластик и open search настолько несовместимо что нужен еще и разработчик но чтобы это все перетащить видимо я там не за день не за 2 даже не за месяц вот я так подумал что мне надо тогда никакой пенсии даже если он будет манар а это кто говорил это вот как раз эти клауд опса говорим то есть они стали просто вы готовы вообще перережать с эластика на open search и вы часто говоришь там что флоу падает ломается и я прям начал задумываться надо ли нам вообще когда-нибудь или нет там там ну было по крайней мере я надеюсь они все это исправили и она сейчас гораздо лучше но было вообще очень странно типа там я сейчас попробую какие-нибудь приколюхи вспомнить у тебя там есть requirements.txt то есть набор пакетов который тебе надо подгрузить в образ этого air flow ты там набираешь какие-то определенного определенной библиотеки причем ты его строишь на основе того что они предлагают для локальной разработки то есть у них есть какой-то репозиторий ты его можешь выкачать и это будет как бы приближено к тому что у тебя в менеджер решение будет крутиться потом набираешь это значит все библиотеки все в какой-то момент все оно работает и достиг успеха ты молодец значит отправляешь это все в amazon а образ не собирается ну то есть он 40 минут проходит все крутится вертится там ресурсы тратятся деньги капают amazon счастлив а потом бац типа неудача откатились на прошлой версии и после проведения там нескольких минут или десятков минут в логах ты обнаруживаешь например что после того как установились все зависимости которые ты указывал requirements все отлично подкачалась под установилась конце amazon берет и сверху накатывает какой-то свой пакет который несовместим с половиной твоих который нигде не указан не в твоем файле и про него вообще нигде не сказано что он будет отдельно как-то устанавливаться он начинает рушить все остальное и из-за этого ничего не работает например нас так отваливался коннектор к сноуфлейку вот просто как какие-то странные костыли то тут то там невозможно этим пользоваться я согласен с жене по поводу как бы того что это еще и дороже стоит то есть там минимально там два шедулера обязательно поднимается в амазоне был так минимально еще какие-то там есть ограничения как короче на 2 шедулера это на самом деле неплохо это отказоустойчивость повышает ну а лучше 4 нет 2 2 можно два достаточно для всех да мне кажется достаточно просто мониторить и хелс чекать шедулер один и если он упал то его перезапустить а дело не в том что он падает а в том что если у тебя 2 шедулера он они работают быстрее не быстрее разгребают тасочки ну не знаю до 1000 тасочек мне кажется работает и один нормально ну не знаю до 1000 тасочек может быть на что это у вас за инсталляция такая маленькая мы у нас не биг дата вам мою не претендуем тогда вам подошел бы скулает я думаю у нас сноуфлейк это лучше эскулайт надо где-то держать и устанавливать а сноуфлейк даже не у нас вот вам сейчас расскажет про эскулайт что его даже устанавливать не обязательно да мы на самом деле мы до записи подкаста начали про это говорить и это было как раз в режиме что я узнал за неделю на самом деле это не то что я узнал а то что наверное хотелось бы узнать у слушателей и тех кто в этом разбирается вот если кто-то будет любезно пишет в чат что шарит в технологии веб-ассембли вот я лично буду очень рад на самом деле небольшая статья ее обсуждали дом других подкастах о том как собрать эскулайт который написано си сделать из него веб-ассембли артефакт и использовать его в качестве такого кэша на стороне клиента то есть как я понял и возможно я понял неправильно потому что я в технологиях не разбираюсь совершенно если человек что-то пытается искать на каком-то сайте предположим этот сайт не будем называть имен коль здесь их много ему нужно дать в кэш первые десять ссылок которые скорее всего он там нажмет на одну из первых десяти из первых пяти вот и уже в этот момент можно клиенту в браузер запихнуть это самое скулайт васом вместе с данным который будет играть роль клиент сайт кэша то есть чтобы каш валялся не на серваке откуда надо еще пересылать а чтобы сразу вот тебе сразу первые десять ссылок там предположим это займет вот мы обсуждали до подкаста что сам скулайт собранный бинарник я понимаю вас москве занимает 768 килобайт то есть это как мне кажется опять же как пользователи что это немало немного на фоне страниц по 50-100 мегабайт но которые можем наблюдать вот и дополнительно мы предположим эти ссылки ну текста займут на сколько там html ну мегабайта 2 да например можно скомпрессировать конце концов опять же может быть искала и делать компресс вот и потом в качестве кэша его использовать вот таким образом получаем что кэш на работать на клиенте но при этом опять же мы с диной обсуждали что он будет жрать ресурсы браузера вот но мой личный поинт в том что браузер так жрет дофига вот еще пара почему вы не жрать побольше побольше еще пара процентов сепию пользователя не заметит в то время как отклик радикально быстрый ну типа два мегабайта меньше чем 20 вот скомпилированного кода кода плюс данных да куда куда выгони надо узнать как это работа на самом деле и правильно ли я все понял вот но мне кажется довольно довольно классная штука для веб-технологии переходи алекс на веб-эссемблер раз у вас не бигдата все будет включиться в браузере локально в экселе можно в экселе а я представил что для какого-то двх или дат платформы нужно будет эти данные потом сгружать как-нибудь обрабатывать со страничек чтобы что какому метрику мы улучшаем я понимаю что тут идея в том чтобы ганты подгружались мгновенно и нейросеточка их сама сортировала и туда-сюда гоняла смысле смысле нейросеточка это очень важная интеллектуальная работа ганты двигать о чем я и говорю то есть мы можем всех интеллектуалов наконец-то освободить от их работы можно рисовать можно погоди 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 смысл я просто хочу развить чуть-чуть эту мысль то есть ты хочешь сказать что сейчас когда ты двигаешь эти колбаски в проджекте гантин нейросеточку ты не используешь вопрос подвохом со звездочкой со звездочкой тут думать надо не для среднего ума вопрос не для средней нейросеточки надо нейросеть подключить я знаете что про это больше какая-то не знаю расстройство наверно и не не то чтобы к техническим каким-то новостям про netflix я добавлял новостью netflix а пропала возможность делиться аккаунтом вот стал очень неудобно я уже где-то читал после этого что куча народу стало отказываться от подписки а что значит делиться смысле на всех устройствах которые у тебя есть их как короче как было раньше значит у тебя есть аккаунт в тарифный план входит допустим 5 устройств значит раньше можно было создать я не помню сколько может быть тоже 5 может быть другое количество аккаунтов юзер аккаунтов внутри твоего аккаунта которые могли иметь свой там favorite лист сами смотрели по-своему свои подсказки рекомендации и прочее и что самое главное как бы в новых вот этих изменениях netflix а они запрещают значит делиться с другими то есть я так понимаю теперь только один аккаунт нет неправильно я понимаю делиться можно но короче подключаться можно только из одной под сети вай-фай там или локальной сети вот со всех этих аккаунтов смысл пропадает но смысле вот у тебя есть семья household у тебя там свой набор фильмов еще там у детей какой-то другой все смотрят все довольны вы можете делать только находясь дома если кто-то например уезжает в командировку то ему надо я не помню какие там сроки раз в два дня раз в полчаса как какой-то там есть срок короче надо подключаться именно из той же под сети где у тебя как бы головной аккаунт иначе у тебя пропадает доступ к нетфликсу ты типа уехал там улетел куда-то в отпуск в командировку еще куда-то и все типа нетфликсу тебя пропал так что я я последние не знаю уже несколько недель как last of us начался ушел в hbo и смотрю last of us там и короче в hbo единственно что отвратительный интерфейс но но при этом у них все как бы так таких странных шагов они пока не предпринимали хотя может быть будут не знаю вот это короче боль такая если я правильно почитал то они будут сверять название вайфа сети не знаю можно ли из вайфа сети получить что-то еще но кажется что это супер легко обходится наверное неправильно почитал потому что это слишком топорный метод сравнение везде подсеточкой интернет во всех местах где чаще всего 2 называется одинаково можно ли как-то еще проверить наверно можно вернуть в локацию можно vpn наверное поднять внутри своей подсеточки к нему подрубаться чтобы netflix просто все ли будут это делать да все как-то чисто потому что настроить vpn на весь интернет это ну то есть на весь трафик или там поднять соседнюю сетку с vpn это вообще задача нетривиальная да давайте вот мы я про amazon сказал плохое про их air flow менеджер про кого мы сегодня дальше говорим плохое ранее теперь я хочу хорошее сказать про amazon значит что хорошее я наткнулся на утилитку сейчас я скажу как она называется она называется портинг-эдвайзер портинг-эдвайзер for graviton у amazon есть свои процессоры rm значит который сильно дешевле то есть если вы правильно подстроить и немножко свои библиотеки свой код который вы запускаете там либо в лямбдах либо в каких-то и ситу инстанциях то можно очень неплохо экономить до 30 процентов и вообще про amazon в целом я хочу сказать что amazon по крайней мере технические сотрудники с которыми разговариваешь они всегда хотят помочь тебе сэкономить деньги потому что они говорят что у них сверху значит так такая памятка инструкции что они заинтересованы долгосрочных отношениях нежели как бы в текущую в текущей сегодняшнем срыве денег с клиента вот поэтому они в целом помогают искать какие-то пути оптимизации абсолютно честно я не знаю насколько это все ли они идеи рассказывают но что-то помогают и вот собственно эта утилитка значит и 2 из зарод этот она помогает просканировать код просканировать твой репозиторий на предмет того что надо переделать как подправить чтобы запустить то же самое на вот этих процессорах graviton которые помогут там треть денег сэкономить и вот в этой утилитки есть например в части python они вот смотрят там какие версии поддерживаются версии пип и сканет депенденции по requirements а еще она поддерживает это же утилитка там и java репозитории от 8 версии голенг и сиси плюс плюс вот так так что вот есть и хорошее про amazon пусть пусть они не думают что они все испортили репутацию одним только менеджер ирфлог давайте еще одну хорошую новость выбери чтобы мы поняли что ты не просто в плохом настроении а просто новости такие попадаются а то обваливаешь акции амазона netflix но амазон чуть час под отрастет после выхода подкаста просто надо было это сначала обновить обвалить то есть я на субботу наметил что я их куплю после обвала вот а потом буду только хвалить план такой неплохо неплохо хорошо что мы втроем тоже сейчас поучаствуем в этой гонке да и джитси который нас может быть подслушивает что еще про новость про новости может быть маг сможет что-то прокомментировать прокомментировать я вот нашел страничку который называется и молеб стол ранкинг нет не хочет отрицательно покрывает головы я не могу пока прокомментировать к этому еще придем я хочу наверное обрушать акции дальше но но уже не давайте обрушать акции microsoft а вот и это будет не пробинк это будет просто и маленький веселые стучки во-первых какой-то энтузиаст собрал сборку винды который уменьшается на 8 гигабайт места и работает на 2 гигах оперативки называется тайне и лаван причем не работает обновление это очень важно дополнение что ты леван понимаешь 8 гигабайт 2 гигабайта оперативки я подумал столько всего можно запустить на на таком железе но это винда целая винда понимаешь она работает она даже вроде как обновляется из нее вырезаны большие куски дот на это я понимаю хотя опять же интересно какие вот вырезан edge что вообще нельзя теперь так делать а как-то установить другой браузер не нужно устанавливать за другой не нужно у тебя курал есть там и затем один в одиннадцатый винде там же нету добыл и ну как бы встроен прям максимально да было сельс с убунтой то есть прям сразу после установки практически ты пишешь баши и все дальше курал и качаешь себе браузер другой же зачем тебе это либо либо девочка настоящий power shell юзер ставишь себе чеколэтли забанен в сообществе все ставишь себе нас на нормальные ну как если есть нормально они достаточно хорошие менеджер пакетов сейлайн и винде вот им через них ставишься но тем не менее это это работает интересно как там написано эксперименты ребят которые запускали сду с двумя стаи мегабайтами и эта штука смогла завестись в виртуалке но это это потрясающе типа на воде купала четыре раза по дороге но смогла завестись доме это вообще чудеса вот это одна новость а вторая новость это то что я хотел пощупать то есть они лауме не захотел ощупать у меня есть он ноутбук и я не захожу раз месяц хотя недавно он мне сказал что я не из этой компании и вообще нужно обновить недавно обновиться в общем радость радости огороженных экосистем еще одна штука называется камбрио кальмира и знаете камера и это очень странная вещь кто-то написал файл менеджер для windows 3 1 3 11 3 11 извините да вот то есть это получается как бы вообще-то однопоточная штука доска помню то есть она работает как повердоса если я правильно все помню так вот файл менеджер который выглядит как windows 95 позже о чем мы сегодня разговаривали да это какая-то какая-то археология вот странная всегда есть вопрос какую проблему мы решаем зачем тот кто у меня больше вопросов к этому человеку я открыл гитхаб я ничего не понял здесь не погиб лап в этом случае я ничего не понял но и правда интересно зачем человек это сделал и сколько нужно было терпение чтобы это запустить и все это отлаживать мне кажется что это очень нетривальная задача на это не пробовал запустить это под виндой современной какой-нибудь 11 или нет нет я я что-то прочитал про деда не но файл менеджер именно как приложение я просто вспомнил тот мемчик знаете на котором типа написано macos значит система юзеру когда он хочет установить приложение там пятилетней давности ему говорят это старое приложение мы его не поддерживаем когда windows юзер хочет установить приложение 25-летней давности windows говорит а давай попробуем линукс юзер хочет установить приложение линуксом и говорит у меня уже установлено это приложение 25-летней давности так же и тут по поводу не знаю файл менеджер с видом windows 95 ой мы сегодня вспоминали кстати на работе сегодня день прям windows мы сегодня на работе вспоминали про прекрасную windows millennium и windows vista вот две замечательные успешные операционные системы от microsoft так что да файл менеджер под 3.11 это интересно не знаю будет ли это все работать получится ли это запустить и вот сейчас маг в режиме онлайн пытается это сделать на самом деле это windows 95 какой-то образ не windows 3.11 я не гаскнул ты понимаешь виду в докере да да если я мне кажется если я возьму фридос то можно все получится кстати можно попробовать а как ты в докере там же его и не будет наверное к этому вот какой-то куэму надо наверно это очень интересно на самом деле и этот вопрос у меня нам нам точно надо в видео видео формат переходить с этими стримами я хотел сказать что нам еще нужны нужны люди которые разбираются как докер пробрасывает видео поток потому что может помните была новость про кьюб дум этот такой дум который убивает поды в кубернетисе мне удалось запустить так вот на милу запустить такой же только называется докер думали что такое то есть то же самое таком докер композовские оба контейнер убивает не вот и и он сам работает докер то есть он работает той же в той же докер сети что и стоят на остальные соответственно контейнер и у меня вопрос как это работает как видео поток передается в докере это прям ну для меня чудеса я не знаю вену можно почитать код или там иди макси орбардит какой-нибудь возможно вообще я не стала даже разбираться но это возможно так что точно уж винду запустить с гуями если думал я как раз провинду у меня большие сомнения то есть линуксовые образы вот я говорю x-forwarding можно через ссс включить или венсе установить и потрубиться через венсе к иксам а вот windows я вот пока не очень понимаю как это должно работать и тут мы переходим к следующей нашей новости про ретро про раскопки очередные и продум все вместе с какой-то энтузиаст обнаружил что в двуме версия 1.1 в поздних в более поздних такого нету есть поддержка четырех мониторов это версии 93 года и на картиночке которая есть в тексте новости показано как именно идет раскидывание этих четырех мониторов на одном мониторе карта и на трех мониторах значит на такой широкий угол обзора это по-моему очень прикольно хотя такие мониторы и дум с дискет мы наверное не найдем чтобы попробовать это можно прям в вверх до использовать такую задумку ну типа у тебя с разных сторон то есть ты не погружен в doom да ты чисто у тебя в варе четыре монитора и хитты смотришь на любой из них не ну типа поворачиваешь а кстати была была поворачиваешь голову хотел сказать баба была же какая-то штука где можно было много виртуальных мониторов делать не таким раз да да давно как-то мы обсуждали мы это обсуждали я даже действительно попробовала это очень прикольно причем ты делаешь не больно то есть в этой программке есть небольшой небольшая дыра в реальность чтобы ты мог смотреть на клавиатуру и можешь в одном окошечке видео поставить в другом там messenger в третьем не знаю среду разработки в четвертом почту и между этими мониторами крутить головой очень прикольно но конкретно у меня эта штука тормозила мне еще в новости по продум понравилось что это именно версии на дискетах последующих версиях такой функции нет мне вот интересно два вопроса почему их ее добавили тогда когда четыре монитора это что-то из ряда вон и потом почему и убрали следом потому что наверное поняли не будет пользоваться популярностью может быть не знаю потому что охранники не играют в doom так часто как хотелось бы но кто-то же это делал кто-то это делал кто-то разрабатывал кто-то тестировал том-то фишку убрали мне еще интересно это один типа один комп 4 монитора или там как-то еще на между машиной работа потому что даже все слова представляю в те года типа 4 вга выхода и что-то такое да то есть ну там был прямо один один блок и 4 монитора с частотой обновления раз в две секунды наверное там просто на картиночке один блок а под столом еще три потому что клавиатуры точно 3 ну точно вот это вот нуль модемными кабелями все соединено как раз через ком-порт который же я не вспомнил археологи блин некроманты некро не это другой некрофилы некроманты это другое нет как раз некроманты они возвращают к жизни то что давно должно было умереть можно совместить windows 3.1 эти раскопки на ток дисковод найти дискета вот извините все это запустить я пытаюсь запустить эту винду 95 из докера и пока не получается говоришь не можешь найти дисплей форудинг как раз и электрон не хочешь запускаться опять браузер давайте перейдем таки к новости про бинг это самое мне кажется забавная новость в нашем выпуске ну все слышали наверное что microsoft в свой поисковик бинг добавил нейросеточку которая помогает тебе в общем искать все что тебе надо и более того с тобой разговаривает и практически сразу же после того на следующий день после того как microsoft это выкатил пока еще по моему надо становиться в очередь чтобы попробовать это но тем не менее на следующий же день google сказал что они тоже 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 они тоже они никуда никуда не денутся не показали будет совсем сырую модель чуть ли не нарисовали на экране как это будет выглядеть сказали что мы тоже над этим работаем потому что будет забавно если microsoft скибинк по популярности обгонит google это это будет переворот рынка мне кажется так вот одна из новостей посвященную бингу о том что он начал теперь он мало того что отвечает тебе ну в стиле чат gpt он еще и какой-то собственной этики придерживается когда пользователь попросил сопроводительное письмо написать он сказал а я не буду писать тебе сопроводительное письмо потому что это даст тебе преимущество перед всеми кто хочет на эту вакансию попасть поэтому вот тебе несколько ссылочек ты можешь сам там почитать поучиться и самостоятельно написать это письмо до свидания слушай вообще складывает пробинка про то что я вижу я в очередь встал собственно значит пользование этим чатом внутри бинга вам не знаю сколько это времени займет складывается впечатление что у бинга прям вот но по минимуму закручены всякие гайки потому что вот но на вопрос там помощи с откликом на вакансию одна реакция там я вот нашел статью прямо сейчас что там какому-то пользователю он отвечал значит в разговоре не дай им знать что я не человек например потом значит я если ты поделишься моими ответами то типа это не поможет мне с моим становлением как человека короче этого все все узнают здесь по-английски тут expose me as a chatbot все узнают что типа я на самом деле от бот и короче в некоторых местах он прям ну агрессивно отвечал я сейчас к сожалению могу примеры найти я видел скриншоты переписок что он прям ну и и чат gpt можно переубедить даже в в ответе на вопрос там два плюс два такие примеры были то есть если его убеждать то можно можно убедить что это менять свою точку зрения неплохо бинг абсолютно противоположность этому бинг прямо говорит нет я прав не спорь со мной типа у меня есть доказательства у меня есть вот статьи такие там и все такое и прям вот ну чуть ли не заткнись очень агрессивно некоторых ответах идет не знаю чем это закончится не передумает ли microsoft как бы откатить все это куда-нибудь назад или что-то другое подключить вместо того что сейчас работа и тут кажется у меня возникла мысль если мы стоим все в очереди на пользование бингом может быть там просто ограниченное количество индусов которые нам отвечают так по-разному агрессивно я бы потихоньку я бы еще вернулся к выступлению по презентации гугла не читал какую-то разгромную статью что это супер не похоже на google похоже на что что сделано в панике были какие-то ляпы в самой трансляции кто-то вышел без телефона чтобы показать прототип или еще что-то и акции гугла как-то сильно просели процентов на 8 не точную цифру не скажу можно посмотреть как сильно просела примерно на количество процентов увольных сотрудников видимо после увольнения акции подросли по моему объявление об увольнении но потому что оптимизация да но падение после этого выступления сколько нашло сильнее чем рост от того что сотрудники будут сокращены надо еще увольнять и на самом деле мысль такая что у гугла в целом паника паника в том плане что боты типа чат gpt они в каком-то времени убьют поиск классический этот бот знает ответы ему можно задать вопросом даст более структурированный ответ чем просто поиск бинк уже внедрила есть вот этот чат gpt если посмотреть на другие рынки то ритейл есть amazon угла ничего нету если посмотрим на облака есть конкуренты большие тот же microsoft и игры нет угла ничего нет единственный рынок где google чувствует себя уверен мне кажется это android потому что только ios ну и в общем-то android это не честно долей а подожди если я правильно помню если я правильно помню этого человека который чуть ли не основатель андроида который руководил open source в гугле тоже попросили на выход оптимизация я к тому что кажется они действительно теряют хватку ключевой доход гугла это реклама я почти уверен конечно я не знаю структуру дохода можно посмотреть но почти уверен что это реклама чем меньше к ним заход не уверена что это открыт информация я я я почему-то думал что это app store и отчисления с андроида производителей устройств нет не знаю то есть я думаю что там интересно посмотреть на структуру интересно посмотреть но просто если это не реклама точнее если это реклама то крупные сайты забирающие трафика из поисковика они просто бьют по углу сильно так что их паника понятно у них тоже должен быть свой бот такого я пошел специально посмотреть короче нашел вот пяти пятидневную статью значит на первом месте поиск это будет не приносит деньги поиск больше половину в поиске же у них же есть несколько несколько статей как раздаст рекламы да если на ночь рекламу и после но это около половины там чуть-чуть побольше половины дохода дальше идет к это google network members я не знаю что это такое а это тоже реклама окей это adsense и прочие такие штуки на третьем месте youtube вот на самом деле у ютуба нету крупного аналога но есть но те кто конечно мелким нельзя назвать но есть такие аналоги которые кусают кусочек twitch забрал трансляции tick tock забирает вот эти небольшие видео и от ютуба в целом откусывают аудиторию в общем то еще статью читал что молодежь если в случае в штатах не перестает искать в гугле ну или просто поисковиках они ищут на реддите они ищут tick tock и и там получают нужную информацию то есть когда ты ищешь это поисковике получаешь рекламу получаешь непонятную выдачу когда ты ищешь tick tock и ты получаешь трехминутное видео как что-то сделать или если ты ищешь увидеть ты получаешь там обсуждение которое если она заплюсована эту релевантному вопросу сейчас я дам будут искать еще в таких вот типа чаджи 5 ботов но опять таки есть помощники голосовые которые сами зачитывают себе информацию из поисковика без рекламы да но же же говорит что сами результаты не всегда релевантные к тому что ты ищешь как бы в тик токе если кто-то назвал типа я строю гараж там грубо говоря там будет там минута или сколько положил кирпичи еще там конечно не будет деталей ты не поймешь как это действительно возможно сделать но можешь ссылочки какие-то будут а в гуглите одну много лишнего или в яндеку купи гараж купи гараж купи кстати хорошая тема я могу добавить одну новость ее как раз обсуждали в радиоте но и коротко можно поднять потому что я ее нашел до только послушал выпуск алито важными хашекорп представили систему правильным документам называется херме в общем гермес можем и так называть прикол в том что она по сути добавляет нечто вроде такого цикла это реально система документа оборота это такой цикл визирование документ зовет документ google доки то есть они опираются на google доковские по сути ссылки примен и даже документ получает статус что два дигита получая статус не на in progress дальше можно начать ревьюров документу дальше можно делать на ревизе документа версии 1 2 и так далее но так понимаем это все хранится потом как-то отдельными копиями или как-то не знаю как версия раненых версия него не сделан гугле там есть версия документов я не знаю там и сохранять ссылки на версии или нет но и такой очень прям веб-интерфейс выглядит шикарно как мне кажется для подобного рода систем здесь нужно много договоров еще подобных вещей постоянно отсматривать смотреть и контролировать процессы выглядят как шикарно вот я так понимаю что хашекорп это сделал возможно для своих сотрудников вполне возможно не айтишников а других отделов которые занят документацией вот я даже думаю предложить своим коллегам которые к сожалению вынужденно очень маяться с документами большим количеством бумажными не только потому что в таких системах решает UX очень сильно если выглядит плохо то этим пользоваться никто не хочет вот здесь видимо совмещена такая хорошая экспертиза айтишная хашекорпа и как минимум очень неплохой юайю надо будет попробовать и может быть продать продать внутри до того как ты начал говорить про бизнес пользователей не айти я я все думал когда когда же будет почему почему не гид ну да поэтому поэтому понятно прикольно но надо посмотреть они денег берут за это наверное нет 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 даже дело в том что она 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 open source на это коллекция если не посмотреть то есть они пользуются по сути это ссылки на google докер то есть польза может тот кто у кого есть google doc то есть я должен быть типа google docs email вот остальное это понимаю докер композ и вперед вот я даже сейчас пойду посмотреть да еще пока я пока я смотрел я обнаружил что есть докер закончим некрофилии до сегодняшний эпизод закончим немножко некрофилии есть докер для windows 3x то есть существует докер engine для windows 3x я не очень представляю как это работает потому что я думаю что windows 3x они одноподточные я так думал вот в общем для это чудеса не знаю это это очень странно я я просто в шоке был и я еще от прошлого выпуска не отошел что узнав что удастите на мобильный телефон нужно установить и и теперь я дважды в шоке после докера под подвинуть под windows 3 а кстати вот если я не ошибаюсь было у microsoft же периодически когда совсем старая версия системы они по моему открывают исходники его возможно windows 3 какая-то она уже сейчас в open source и и это возможно просто послужило причиной как бы как каким-то образом но вообще windows 3 11 это очень странно так что что все все охватили и единственно про ml ops tools хотел пару слов сказать я думал ты знаешь что-нибудь из этой темы оказалось что я добавил я добавляю в новости к нам специально что потом почитать я не не почти не а вот эту по-моему я добавлял новость но я единственно что хотел сказать я очень удивился почему в этом рейтинге нет air flow и вам дакста на первом месте дакстер на первом месте это хорошо дакстер хороший инструмент мне очень нравится он причем раз если если есть дакстер то должен быть air flow ну вот эти инструменты одного поля ягода мне кажется рейтингом смещен там судя по всему open source на эта тема потому что там вот есть ссылочка на пол реквесты а нет вру и это они считают по звездам и по пол реквестам вот я теперь понял звезду air flow гораздо больше но его в принципе я ну да тут есть какой-то метафлоу кубе флоу тоже слышу вот и ты рейтинг возможно я не возможно в дакстере есть инструментарий для какой-нибудь там раскатки или поддержания модель для мл но он наверно надо как-то какой-нибудь вот например great expectations на восьмом месте это фактически библиотека для проверки данных date quality можно его прикрутить к мл но как-то за уши то есть тогда air flow здесь тоже тоже должен быть там тоже можно до бахать модельки можно из air flow great expectations запускать например так тоже многие делают ты то есть но но как-то вот к мл ops они это прикрутили вот очень-очень коряемы болтами как по мне то есть я на это смотрю на этот на этот рейтинг да да даже второе место лейбл студия вот буквально сегодня там да я лейбл студию звездочку поставил шикарный инструмент так он конкретно для одной маленькой задачи да вот талока точно знает да это аннотация данных вот думал как ее сделать нашим фронт-эндом опять фронт-энд но это как бы не мл ops в полном мере да ты можешь прикрутить в качестве такого актив ленин лупа для твоей для бэкэнда эмильного вот есть джина джина это чисто штука которая является векторной базой данных дальше это мл флоу это мл флоу это первая штука которая типа хочет быть all-in мл ops циклом дальше идет dvc которые просто гид для данных дальше оптуна которые по только deployment и дальше идет наконец-то clear мл и bento мл которые тоже хотят быть такими большими циклами да и кипфлоу остальное это очень ну то есть достаточно специфичные инструменты которые ну как бы да они входят в в нем в мл ops но и мы лёпс и тогда вот входят девопс где тот кубернетис тогда где докер в конце концов интересно что тут есть sql которым они собственно это все забирали из репозиториев и там за хардкожина там вот этот вот десяток проектов прямо репо айди так что здесь нет ничего ну как бы это сравнение конкретных инструментов а вовсе не обзорная экскурсия по всем но непонятно как они выбирали надо наверное почитать попробую заняться этим потом как как именно отбирали этот список вижу где тут можно почитать тут в общем то для чтения ничего нету очень короткая статейка буквально с графичком табличечкой и sql не знаю может в блогах все разгромились разгромили да но в рейтинг как бы до доверия не зато очень красивая картиночка про то как год от году год от года менялись менялась количество звездочек у репозиториев вот я прям наслаждаюсь когда ты похожи на карту метро да да красивый но и вообще я думаю я думаю эту картинку можно поставить картинку для эпизода мак я думаю что эта страничка вот млопс тулс по крайней мере интересно тем что можно что-то новое узнать о каких-то новых инструментах они все в принципе неплохие но непонятно как они друг с другом собственно дружат и почему они все в одном общем рейтинге про млопс появились но это может быть мой из значит узнаем вкусовщина просто вкусовщина возможно ну что на сегодня будем закругляться вроде бы новости обсудили все давайте всем пока это был до новых встреч до кофе пока 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 м Продолжение следует...